В зоне СВО погиб старший следователь-криминалист в отставке, полковник юстиции Андрей Фризен. На боевые действия он отправился добровольцем, получил ранение и потом вернулся снова. Как сообщают в Следственном комитете по краю, 57-летний полковник всю жизнь работал криминалистом, участвовал в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. Студенческие маршруты троллейбусов покатят по дорогам города через неделю. На пятом троллейбусе можно будет через центр доехать до корпусов СФУ на МАРЧК и свободно. На шестом рейсе без пересадок из Пашиного до Политехнического института Конечное в Студгородке. Маршруты обозначат специальным логотипом. Еще из транспортных новостей 90-й автобус возвращают к прежней схеме движения по Копылово и переулок Боготольский. Транспортным полицейским пришлось под руки вывести пассажирку поезда Красноярск-Иркутск. По информации правоохранителей, женщина возвращалась с вахты домой. В пути отмечала это событие, а на станции Иланская веселье стало слишком бурным, с криками и матами. Ее сняли с рейса и доставили в полицейский участок. Теперь придется заплатить штраф. Красноярский авиахаб в стратегии развития аэрофлота стоит как базовый, наряду с питерским и московским. Аэрофлот опубликовал соответствующую концепцию на 7 лет вперед. Одно из приоритетных направлений в ней – развитие единой маршрутной сети в России. В том числе для того, чтобы оптимизировать рейсы между регионами. Например, исключить Москву как место для пересадки между городами. Если все пойдет по этому плану, авиарейсов из нашего города должно стать больше. Один из самых популярных российских маркетплейсов Wildberries 7 февраля запрещает продажу без никотиновых вейпов и курительных смесей. Как поясняют в прислужбе компании, некоторые продавцы торговали электронными сигаретами с никотином. Но при этом указывали, что там никаких вредных веществ не содержится. В общем, нарушали правила площадки. Напомню, полный запрет вейпов активно обсуждается на государственном уровне. Депутаты Госдумы ссылаются на то, что курение становится все более популярным среди детей школьного возраста.